Здравствуйте! В эфире программа «События» моей коллеги и я, Мэри Елчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре в этом году преобразят около 20 территорий. Как пройдет рейтинговое голосование и что в списках на благоустройство? Банк России объявил о новых мерах поддержки финансового сектора. Подробности расскажем в новостях экономики. Четыре пункта временного размещения развернули в Самарской области для приема беженцев. Обетым сообщает пресс-служба областного правительства. В Самару из Тагандрога прибудет около тысяч человек. Для координации действий по приему людей в регионе была создана рабочая группа. Отмечается, что в большинстве своем вынужденные переселенцы – это женщины и дети. При этом списки пребывающих пока неизвестны. Глава региона выразил обеспокоенность с состоянием здоровья приезжих и подчеркнул, что очень важно отработать вопрос размещения детей, которые остались без попечения родителей. В каждом пункте размещения готовы к работе медработники, специалисты по безопасности, психологи. Глава Самарской области поручил областному министерству социально-демографической политики до приезда состава организовать работу специалистов, которые к моменту прибытия должны четко координировать действия беженцев. За сутки в Самарской области зафиксировали 4167 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Небольшое снижение заболеваемости в начале прошлой недели вновь сменилось тенденцией к росту. Общее число заболевших на 6% выше, чем недели ранее. Об этом говорили на областном оперштабе по предупреждению распространения коронавируса, который в режиме видеоконференции провел губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в нашем сюжете. За минувшую неделю в регионе стали чаще болеть представители всех возрастных групп. Об этом на областном оперштабе по предупреждению распространения коронавируса рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Целная ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции оценивается как напряженная, имеющая тенденцию к стабилизации на высоких цифрах. Вместе с тем фиксируемое увеличение регистрации новых выводов в случае заболевания инфекции. На минувшей неделе чаще всего болели работники сферы услуг ЖКХ, образования и здравоохранения. Вице-губернатор Виктор Кудряшов поручил областному министерству образования более тщательно проверять соблюдение противоэпидемических мер в школах, поскольку в сфере образования в части взрослого населения отмечен рост числа заболевших. По сообщению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, на амбулаторном лечении находятся 62 103 человека с подтвержденным коронавирусом, 46 585 человек с пневмонией и ОРВИ. Все они обеспечены бесплатными лекарствами. План поставок позволяет сформировать запас более чем на два месяца. При этом не всем показаны все лекарства сразу. Существует пять схем лечения. Порядок обеспечения лекарственными препаратами на сегодняшний день следующий. Они выдаются всем пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 при выявлении положительного экспресс-теста или получения положительного ПЦР-теста. В день постановки диагноза к пациенту выезжает бригада и согласно определенной схеме выдают ему эти лекарства на весь период лечения. По словам министра здравоохранения, омикрон совсем не безобидный штамм. Он бьет туда, где хрупко. Амбулаторное звено работает в напряженном режиме с 7 утра и до последнего пациента. Что касается детей, то госпитальный фонд сейчас свободен на 50%. За две недели число подростков, которым требуется лечение в стационарах, снизилось на 34%. Среднее число обращений в день по поводу COVID-19 и ОРВИ уменьшилось на 41%. Нагрузку на первичное звено снижает возможность дистанционно оформить больничный лист. Таких обращений поступило более 14 тысяч. И в 85% случаев больничной открывали после дистанционной консультации. Также министр разъяснил вопрос получения QR-кода при наличии антител. Такой QR-код выдается жителю региона, ранее официально не болевшему. Чтобы его получить, нужно сдать анализ на антитела в любой медицинской лаборатории. Она выгрузит результаты в федеральную систему, откуда их направят на портал госуслуг. При этом важен факт наличия антител. Требования к их количеству не устанавливаются. Такой порядок действует с 21 февраля. QR-код выдается на полгода. Виктория Шарая, События. Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети тоже стали болеть тяжелее. Немало случаев, когда ребенок оказывается на ИВЛ. Как дети переносят вирус и какие могут быть последствия, расскажет Мария Левина. Температура под 40, кашель, проблемы с кишечником – уже знакомые симптомы не до конца изученной болезни. Новый штамм коронавируса «Омикрон» известен не только быстрой скоростью распространения, но и большим количеством заболевших детей. Предыдущий штамм несовершеннолетние переносили гораздо легче. Теперь коронавирус протекает у подростков как сложный грипп. Пик заболеваемости среди детей пришелся на конец января – начало февраля. Тогда в детско-инфекционной больнице Самары наблюдались порядка 150 человек. Сейчас заболеваемость падает, но последствия остаются. Самые частые – это заболевания сердца и нервной системы. Есть так называемые постковидные осложнения. И при любой форме ковида, те или иные осложнения, мы сталкиваемся, в том числе и у детей. Так же, как и при гриппе. Это поражение может быть сердечной мышцей в виде миокардитов. Это поражение желудочно-кишечного тракта. Это может быть поражение центральной нервной системы. Самое действенное оружие против ковида, а значит и последствия перенесенного заболевания – вакцинация. С начала этого года ее начали проводить в среде несовершеннолетних. В Самару поступило около 2000 доз вакцины. Сейчас мы имеем где-то уже около 500 человек, которые вакцинированы. Принцип абсолютной добровольности, то есть заявительный характер. Должно быть обязательно заявление от одного из родителей, законопредставителя. И согласие, которое может быть оформлено как родителям, если ребенку еще нет 15 лет, так и самим несовершеннолетним, если ему уже исполнилось 15 лет. Вакцина переносится хорошо. Ни одного пока, я надеюсь, в последующем побочной реакции мы не зарегистрировали. Ну а как она подействует, так же, как вся вакцинация. То есть это позволит снизить заболеваемость, и мы видим, что у нас детки, к сожалению, тоже извлекают свой эпид-процесс. Чтобы обезопасить себя и своего ребенка от опасного вируса, нужно проводить профилактику, заботиться о чистоте рук, использовать маски и избегать мест скопления людей. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Далее в эфире рубрика «Новости экономики». Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, мэрия и уважаемые телезрители. Центроманк России сообщил о мерах поддержки финансового сектора. О чем идет речь? До 1 октября банки при расчете обязательных нормативов будут использовать курс валют на 18 февраля. Но сначала поговорим об инфляции. Банк России рассчитывает, что к середине следующего года инфляция в России вернется к целевому уровню в 4%. Об этом, выступая в Госдуме, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Он признал, что сейчас в части прогнозов сохраняется высокая неопределенность, связанная в том числе с геополитической ситуацией. Именно этим объясняется диапазон прогноза в 1% пункт. Между тем, в докладе о денежно-кредитной политике, который опубликовали ранее, Центробанк отмечал, что ожидает замедление годовой инфляции в России до 8,5% в первом квартале этого года. Тем временем, Банк России объявил о новых мерах поддержки финансового сектора. Так, до 1 октября банкам при расчете обязательных нормативов нужно будет использовать курс валют на 18 февраля этого года. Кроме того, в целях адаптации сектора к возросшей волатильности, финансовые организации до этого же срока получили право отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. Регулятор подчеркнул, что держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания стабильности. Ну а дело в том, что на российской бирже произошел крупнейший обвал с 2008 года. Рубль обогнал турецкую лиру по показателю вмененной волатильности. Он отображает, как рынок оценивает будущие колебания курса. Теперь наша валюта считается самой нестабильной в мире, хотя рейтинг не учитывает белорусский рубль и украинскую гривну, которое тоже хорошо потрясло. Вечером 21 февраля на фоне геополитических потрясений индекс Мосбиржи упал на 14,2%. И следом за ним полетели самые ликвидные и устойчивые акции российских компаний. Это крупнейший обвал за последние 14 лет. Доллар и евро на новостях о Донбассе показали колоссальный рост. Официальный курс доллара 80 рублей 42 копейки, а американская валюта подскочила сразу на 3 рубля и 65 копеек. Евро 90 рублей 88 копеек, и европейская валюта прибавила за сутки 3 рубля и 54 копейки. Нефть марки Brent почти подошла к отметке в 100 долларов 99 долларов и 14 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Почти на 4 миллиарда рублей пополнилась казна Самары. На что будут направлены эти средства, обсуждали депутаты Самарской думы на очередном заседании. В основном деньги будут направлены на сферы образования, культуры и ЖКХ. Подробнее в нашем сюжете. 2 миллиарда 728 миллионов пополнит казну Самары. Эти средства будут перечислены из вышестоящих бюджетов. Деньги будут направлены в основном на сферы образования и культуры. А именно на доступ горожан к бесплатному образованию, на поддержку классных руководителей, на выплаты педагогам дошкольных организаций, на модернизацию библиотек, музеев и детских театров. Средства вышестоящих бюджетов учитываются в том числе на организацию образовательного процесса, поддержку детских школ искусств, детских кукольных театров, музеев и библиотек. Кроме того, увеличился и план по собственным налоговым и неналоговым поступлениям на 95 миллионов рублей. За счет этих средств планируется купить квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Хотя беспрецедентные в этом году цифры, количество самарцев, которые будут переселены, вы знаете, 3,5 тысячи человек. Но есть и определенные трудности, которые мы осознаем. Нужно найти это еще жилье, чтобы оно соответствовало тем федеральным нормам и требованиям по квадратному метру. Также в бюджет добавляются и средства, которые остались с прошлого года. Это 1 миллиард рублей. Они будут распределены по самым разным статьям расходов. Например, на содержание автомобильных дорог, капитальный ремонт образовательных учреждений, проведение ремонта и строительство объектов физкультуры и спорта, исполнение указов президента. В итоге, учитывая все поступления, доходы бюджета города на 2022 год составляют 26 миллиардов 358 миллионов рублей, а расходы – 27 миллиардов 366 миллионов рублей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Расчищать улицы, дороги, парки, скверы и дворы продолжают в усиленном режиме. Специалисты приводят в порядок все скатные кровли города, освобождая их от наледей и сосулек. С наступлением плюсовых температур воздуха сотрудники коммунального хозяйства приступили к открытию и проливке дождеприемников, а также постоянному мониторингу мест возможных подтоплений. Такие поручения профильным ведомствам и ответственным за порядок в городе дал первый вице-мэр Владимир Василенко. В случае подтопления работают 9 бригад в день, 5-6 бригад в ночь по откачке с низких мест уталых вод. Ситуацию постоянно мониторим, дабы не допустить оттоплений. Также работу ведем по тротуарам. Сейчас неблагоприятная температура, когда идет переход с нуля на минус. Подтаяло, обледенело, поэтому работу также подрядчикам ставим задачу, контролируем. Несмотря на временное отсутствие обильных осадков в виде снега, работы по расчистке улиц от снежных накоплений ведут в круглосуточном режиме. Только за минувшие сутки с улиц областного центра вывезли 6,5 тысяч тонн снега. Продолжаются работы и по расширению проезжих частей. Для того, чтобы минимизировать последствия перепада температур в ночные и дневные часы, специалисты коммунальных служб обрабатывают объекты уличной дорожной сети и пешеходные дорожки противогололедными реагентами. Добиться своевременного ремонта. Порой управляющие компании деньги жильцов собирают, но при этом не выполняют своих обязанностей. К примеру, в железнодорожном районе Самары более 50% жилого фонда нуждается в обновлении. Но решать проблему в УК не спешат. На совместные встречи жителей с представителями управляющей компании побывала Елена Чернявская и готова поделиться подробностями. Хоть раз здесь сделали ремонт. Ни разу вы здесь не сделали. Крыльцовы, говорите, сделали. Это бабки скидывались. Пол в подъезде жилого дома номер 2 по улице Симофорной сложно назвать образцовым. Передвигаться по нему как минимум опасно. Лестницы в подъезде разрушаются, стекла выбиты, крыша течет. Почтовые ящики давно пришли в негодность. Здесь длительное время не проводился текущий ремонт. Такая же ситуация и в соседних домах. Дворник не убирает. В наш подъезд не зайдешь. Там такая наледь. И над крышей висит такой козырек. Пробегаем, просто пробегаем, чтобы нас не сшибло. И вторая у нас, вход в подвал, у нас осыпается. Не просто осыпается, там все осыпалось уже. Камни, дверь не открывается. И если вдруг какая-то авария или еще что-то, да там вообще может просто упасть стена. Об этой проблеме знают все. Писали письма и с номерами, и с входящими. Но никто ничего не принимает. Никаких мер. Управляющая компания взяла на обслуживание эти дома в декабре 2021 года. Но проблемы решать не спешит. Жители поняли, нужно встречаться с директором лично, чтобы озвучить наболевшие вопросы. Новая Самара пришла. Во-первых, она работает с декабря месяц. Но пока документы, пока праздники, пока отчеты, это все понятно. Мы не могли толком найти их сначала. Результата никакого нет. И начинаем мы начальство бомбить, для того, чтобы пришел хотя бы дворник, что-то убрал. Скорая не сможет подъехать. Сейчас будем просить и эту управляющую компанию, чтобы на крыше хотя бы коньки поменяли, стыки вот эти вот крыши. Потому что живет в моем доме бабуля 89 лет. В наше время с тазиками она ходит. Это куда дело годится. В свою очередь, районная администрация в постоянном режиме контролирует, как управляющие компании ТСЖ, ЖСК выполняют работы по надлежащему содержанию придомовой и прилегающей территории, а также кровель многоквартирных домов. Если управляющая организация не устраняет выявленные замечания, районные административные комиссии составляют акты, которые далее направляются в ГЖИ для принятия мер. Хотелось бы быстрее, оперативнее принять решение, быстрее, оперативнее, чтобы люди приезжали на адреса и чаще выделяли технику. В данном случае АГП на очистку крови. Ну, во-первых, это могут быть жертвы человеческие, конечно. Это, во-первых, самое страшное. А так это может быть и обрушение кровли. Если очень долго кровлю не чистить, она образуется очень большой лед, глыба, и может быть обрушение кровли. Здесь только управляющие компании несут за это ответственность. И опасения жителей оправданы. Во время видеоконференции с жителями февраля 2022 года губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что собственники вправе требовать от УК качественного и своевременного обслуживания многоквартирного дома, так как жители оплачивают коммунальные услуги. Отметим, что все недобросовестные управляющие компании будут лишаться лицензии на право обслуживания многоквартирных домов. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. В Самаре пятый год благоустраивают общественные пространства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, например, только в центральном районе города Октябрьском за прошедшие пять лет обновили больше четырех территорий. От крупных, таких как Сквер Фадеева, до небольших бульвар на улице Осипенко. В этом году самарцам также предстоит выбрать пространство под благоустройство в ходе рейтингового голосования. В преддверии его в администрации Октябрьского района Самары прошло обсуждение с представителями общественности. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. От дизайн проекта до готового общественного пространства. В этом году жителям города вновь предстоит выбрать не только территории для благоустройства, но и их будущий облик. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Самаре стартовали общественные обсуждения архитектурных проектов пространств, которые претендуют на преображение в 2023 году. На данный момент у нас идет процедура обсуждения данных дизайн-проектов, где жители тех или иных районов, тех или иных территорий имеют возможность напрямую высказаться, внести изменения, дать какие-то предложения по корректировке данных дизайн-проектов. По данным специалистов профильного департамента, сейчас в Самаре нуждается в благоустройстве порядка 87 общественных пространств. Из них самарцы отобрали 20. Дизайн-проекты выдвинут на голосование после общественного обсуждения и учета пожеланий жителей. В Октябрьском районе 5 проектов-кандидатов. Общественное обсуждение прошло в районной администрации. К этому вопросу большое внимание выделяется. Соответственно, для этого мы здесь собрались, чтобы учесть все пожелания и мнения жителей при формировании итоговых дизайн-проектов этих территорий, чтобы наибольшее количество людей удовлетворить итоговым результатом после их благоустройства. В числе рассматриваемых дизайн-проектов небольшой сквер, расположенный между 22 и 24 домами по улице Новосадовая. На фасаде одного из них еще осенью появился новый мурал. Жителям очень понравилась эта идея. И уже получается на фоне вот этого мурала, этого фасада дома, этот сквер вообще абсолютно потерялся. Не хватает освещения, не хватает хороших тротуарных дорожек. И очень важно, надо сделать водоотведение, потому что вода скапливается, этот сквер превращается просто в аквариум. Все пожелания самарцев будут приниматься до 28 февраля. После корректировки дизайн-проектов жителей города ждет голосование, на котором из топ-20 выберут первоочередной список общественных пространств, которые будут благоустроены уже в 2023 году. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В преддверии масленичных гуляний администрация города проводит творческий конкурс на изготовлении главного символа праздника – маслены. Жюри отберет лучшие работы, которые будут выставлены на площади Куйбышева. Воспитанники детского сада 407 тоже решили принять участие в конкурсе и изготовили свою куклу. Секреты мастерства выяснил Максим Магомедов. Последние штрихи и недельная работа завершена. Воспитанники девятой группы 407-го детского сада сделали маслену. Уже второй год подряд они выбирают направление эко-кукла. По условиям конкурса она должна быть полностью выполнена из натуральных материалов. Каркас – из березовых черенков. Основанием послужила лыка, обшитая хлопковой тканью. Наряд куклы соткан из льна, а голову украшает шерстяной платок, которому уже более ста лет. Его принесла одна из сотрудниц детского учреждения. Родители не остались в стороне. Кто-то принес ткань, кто-то бусы, а некоторые отцы вместе со своими сыновьями помогали скреплять каркас. Украшали маслену девочки совместно с воспитателем девятой группы Ранией Жуковой. Она работает в саду уже 11 лет. Рассказывает, сюда водила и своих детей. Говорит, удовлетворена результатами своей работы. Дети, они включаются моментально. У них такое удовольствие все это делать. Но дети, они вообще всегда благодарны. Им, что ни предложение, всегда все хотят сделать. Ну, как бы поэтому... А тем более, если это делается что-то невероятное, да, причем, что можно же и намусорить, лык это, оно сыпется. И когда получается из какой-то кучи получается такая вот все-таки красота, ну, конечно же, дети очень включаются. Они очень такие прям активные всегда. Во время подготовки к таким конкурсам дети знакомятся с народной культурой и традициями. У них появляется возможность освоить новые приемы и технику народно-прикладного творчества. Нужно не забывать в детях формировать различные чувства и патриотическое чувство, как бы ответственности за свою страну, понимание своей страны и народа, которым ты принадлежишь, очень важно имеет значение. Ну, естественно, дети под руководством умелого воспитателя зажигается эта идея, им это очень нравится. Сделать свою маслену и принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету и отправить несколько фотографий работы на электронную почту организаторов. Высота куклы должна быть не менее полуметра. При изготовлении допускается применение любых материалов, но стоит учесть тот факт, что выставка будет проходить под открытым небом. Заявки принимаются до 1 марта. По итогам конкурса жюри, в которое входят художники, ведущие специалисты в сфере прикладного творчества и декорирования, педагоги дополнительного образования и представители администрации Самары, определяют победителей и призеров каждой номинации. Лучшие арт-объекты планируется разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События. Волейболисты Новый продолжают борьбу за чемпионство в высшей лиге А. В финальном раунде новокуйбышевцы еще не проигрывали. Продлить эту серию волжане намеревались в матчах третьего тура против Академии Казань. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Партии в первой встрече «Новый» и «Академии Казань» проходили приблизительно по одному сценарию. Равное начало, затем небольшой рывок гостей, на которые игроки «Новы» успешно отвечали. И концовку каждой партии новокуйбышевцы заканчивали ударно, не оставляя шансов казанцам. 3-0 победа «Новы». Соперник надо отдать должное. Там, во-первых, высокие перспективные ребята, которые уже умеют играть в волейбол. И у которых, если начинает все получаться, скажем так, то их сложно остановить. Вторая встреча получилась более напряженной. Сначала соперники обменялись победными партиями. В середине третьего сета казанцы имели небольшое преимущество, но в концовке хозяева проявили характер и смогли завершить партию в свою пользу. Еще больше стараться новокуйбышевцам пришлось в четвертом сете. У «Академии» в концовке был перевес в 5 очков, но «Нова» сначала сравняла счет, а затем в перестрелке довела дело до победы. 29-27 в партии и 3-1 в матче. Тут особо не надо никого заставлять и настраивать. Все прекрасно понимают, за что мы боремся, поэтому в любом случае, как бы там ни было, проигрывая в этой партии, надо настраиваться на следующую. Отвечать, так сказать, ударом на удар. После третьего тура финального раунда «Нова» на первом месте в турнирной таблице. В следующем туре новокуйбышевцы дома принимают МГТУ. Москвичи уверенно выиграли дивизион «Запад» на предварительном этапе и сейчас идут на втором месте. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова